Всем привет! Сегодня я начну небольшой курс для начинающих, для того, чтобы подготовить вас для создания видеоигр с помощью среды разработки Unity. В дальнейшем, когда закончим этот курс для начинающих, будем создавать уже небольшие видеоигры, для того, чтобы вы уже на практике поняли, как все это работает. Мы будем создавать 2D и 3D видеоигры. Ну а на этом курсе я хочу показать вам, как установить, как настроить среду разработки Unity, чтобы у вас уже было полностью все настроено для создания этих видеоигр. Сегодня у нас первый урок. Мы будем скачивать и настраивать среду разработки Unity. Мы скачаем нужные нам модули, мы скачаем Visual Studio, для того, чтобы мы могли редактировать скрипты, то есть мы будем писать код, для того, чтобы прописывать логику наших игр. Ну а на следующих уроках мы будем изучать саму среду разработки, чтобы вы могли уже свободно в ней ориентироваться и знали, что где находится, для того, чтобы вы могли спокойно перейти к следующим урокам, где мы уже не будем останавливаться на этих мелочах, а будем заниматься уже практикой. То есть мы будем создавать уже видеоигры и на основе них вы сможете понять, как все это работает. Ну а дальше, если вам чего-то не хватает, какой-то информации, можно будет легко это все найти в интернете. Главная практика. Так, ну в принципе, что хотел я уже сказал, поэтому давайте перейдем сразу к делу. Итак, заходим на unity.com, выбираем Download, то есть нам нужно скачать. Мы сначала скачаем Unity Hub, это как бы специальный менеджер, который следит за версиями, то есть мы там можем скачать саму среду разработки, там у нас будут находиться наши проекты, где мы можем их создавать, удалять и так далее. Там же у нас находятся в этом Unity Hub загрузки, то есть мы можем скачать разные модули, чтобы расширить функционал данной среды разработки Unity. Ну если нужно обновить версию, можем там тоже это сделать. Поэтому давайте сначала скачаем Unity Hub, а через него уже скачаем версию Unity, которая нам нужна. В моем случае я выбираю Windows, потому что у меня Windows. Вы выбираете Mac, Linux, смотря что у вас. Так, выбираем и у нас скачивается. У меня уже скачано, поэтому я не буду повторно скачивать. Теперь идем туда, где скачали. В моем случае находится вот здесь, Unity Hub Setup. И запускаем. Все. Начинается установка. Запускаем. Указываем, где мы хотим установить. И начинается установка. Все, установка завершена. Закончить. И у нас сразу запускается этот Unity Hub. И тут же он нам предлагает скачать среду разработки Unity, то есть Unity Redactor, где мы и будем, собственно, создавать игры. Ну и предлагает, где это будет скачано и установлено. Для того, чтобы установить, нам понадобится свободное место. Это 5,8 гигабайт. То есть у нас будет занимать этот Unity Redactor среда разработки. 5,8 гигабайт. Выбираем установить. Версию, кстати, у меня, видите, которая предлагает по умолчанию. 2022.3.31f1. Поэтому, чтобы вы знали. Она не сильно отличается от старых версий, но, конечно, есть изменения. Вы можете смело скачать и старую версию, и тоже будет работать. Но если проект был созданный на старой версии, а вы его пытаетесь открыть на новой версии, то у вас могут быть проблемы. Так, ну а пока скачивается. Вот видите, у нас здесь находятся проекты. А здесь у нас находятся загрузки, где мы можем скачивать версию Unity и так далее. Обучение, коммунити. То есть это есть Unity Hub. Это еще не сама среда разработки. Среду разработки вот сейчас мы скачиваем. Ну и несколько модулей нам нужно будет скачать для того, чтобы, к примеру, мы могли компилировать APK-файлы, для того, чтобы устанавливать наши видеоигры на Android, либо, например, модуль для iOS, чтобы мы могли на iPhone это устанавливать. Для ПК и веб идет уже по умолчанию. Так что эти модули скачивать не нужно. И еще нам нужно будет скачать, это Visual Studio, это редактор кода. Зачем он нам нужен? Потому что если мы будем писать скрипт, допустим, в блокноте, то это будет вообще кошмар. Потому что у нас не будет ни подсказок, ничего. Если мы там в одной букве даже ошибемся, то нам не будет выдавать, что это ошибка. Нам будет выдавать самой Unity, что там ошибка. В общем, будет очень тяжело писать. С помощью редактора Visual Studio все будет аккуратно, весь код будет аккуратный и будет очень удобно писать. И нам будет выдавать подсказки и так далее. Итак, все установилось. Вроде все нормально. Смотрим. Editor Application установлен. А, документация и WebGL Build Support. То есть у нас вот эти три элемента установились. Отлично. Далее что у нас есть? Ну, здесь у нас будут проекты, здесь обучение, коммунити, в общем, все, что есть. Здесь мы заходим в Installs и мы видим, что здесь у нас установлено среда разработки. И здесь уже есть для Web и для Windows. Видите, по умолчанию. То есть мы можем уже разрабатывать игры для Windows и для Web. И вот здесь, если мы выберем настройки, выбираем Add Modules. То есть нам нужно установить несколько модулей. По умолчанию, видите, уже выбрано Microsoft Visual Studio Community. То есть это и есть редактор кода. Он нам нужен, потому что через него будет очень удобно писать скрипты, для того, чтобы писать сам код для наших игр. А еще, допустим, если мы хотим разрабатывать для Android, то мы можем галочку вот здесь поставить. Так что мы здесь тоже можем выбрать. Если вы хотите еще писать для iOS, то можете выбрать для iOS. Ну, мне вообще Android нравится, поэтому я почти все уроки делаю для Android. Так что выбираю только Android. Все, выбрали. Microsoft Visual Studio и Android Build Support, OpenJK и Android SDK. И жмем Continue. Соглашаемся с лицензией. Запускаем. Опять соглашаемся. И устанавливаем. Здесь жмем Продолжить. Visual Studio устанавливается. И здесь нам предлагает скачать разные компоненты. Вернее, добавить. Потому что в Visual Studio есть много чего, что мы можем установить. Нас интересует... Видите, вот здесь так. Давайте начнем с самого начала. У вас появится вот так. Если у вас еще это не установлено. Идем в самый низ и смотрим, что у нас есть для создания видеоигр. Нас интересует... У нас есть для создания видеоигры. Ну, в моем случае на испанском написано. У вас будет либо на русском написано, либо на английском. Видите? Ну, вот он, значок Unity. 2D и 3D игры. Все. Выбираем. И устанавливаем. То есть, это специальный пакет, который будет следить за тем, чтобы давать нам подсказки и так далее. Если вы это не установите, то, конечно же, будет сложно с этим работать. Так, ну вот и все. Готово. Запускается наш Microsoft Visual Studio. Я не буду входить в мой аккаунт, либо регистрироваться. Просто выберу пропустить этот шаг. Выбираем стиль, в котором хотим работать. Вот такой, такой. Без разницы. Я ставлю по умолчанию. Все. И запускаем Visual Studio. Ну вот и все. В принципе, все готово. Так. Это уже можно закрыть. У нас все запустилось. Значит, все нормально. Проект мы здесь никакой создавать не будем, потому что мы будем с помощью этого Visual Studio открывать прямо из Unity код и редактировать его. То есть, мы будем создавать скрипты. И будем редактировать уже, то есть, открывать его из Unity. Когда из Unity запускаем, то будет запускаться этот Visual Studio. Не нужно будет заходить в Visual Studio и создавать код. Хотя можно было бы и так сделать. Мы сейчас должны подключить это Visual Studio к Unity, чтобы Unity знала, с каким редактором работать. Редактором кода, я имею в виду. Ну и в принципе, все. У нас все будет уже готово. Ну вот и все. Заходим в Projects. И здесь мы можем создавать уже наш первый проект. Выбираем New Project. И выбираем, что за проект мы хотим создать. Мы можем выбрать разные варианты. И в нашем проекте уже будут инструменты, которые нам помогут в разработке игр. В данном случае, если мы хотим разрабатывать для мобильников, мы можем выбрать 2D Mobile. Выбираем 2D Mobile Core. Даем название проекту вот здесь. Project Name. Это будет, к примеру, Unity Lesson 1. К примеру. Все. И жмем создать проект. Ну а теперь запускается Unity. И сейчас нам нужно будет здесь кое-что настроить. Так. Ну вот и все. Unity открылась. Давайте посмотрим, как мы можем настроить наш редактор. Давайте прямо здесь какой-нибудь создадим скрипт. Пишем Create. Выбираем C Sharp Script. И теперь, если мы нажмем два раза на наш файл, то нам предлагает выбрать программу, с помощью которой мы хотим открывать этот файл. И после можем выбрать, чтобы постоянно это открывало. Но еще есть другой вариант. Если мы зайдем Edit. Здесь у нас есть Preferences. И вот здесь вверху, видите, External Script Editor. Мы можем выбрать, какой редактор кода мы будем использовать. У нас уже здесь, видите, в списке появляется Visual Studio 2022, который мы только что установили. Поэтому я его выбираю. И все. Ну можно было бы сделать, как я вам показывал ранее. И все. Закрываем. И теперь, если я нажимаю, чтобы открыть его, двойной клик левой кнопкой мышки. Я думаю, это все знают уже. То, как вы видите, у нас уже сразу открывается Visual Studio. И мы сможем редактировать наш скрипт. И когда мы нажмем Ctrl-S, чтобы сохранить его, то там применятся эти изменения. Допустим, написал что угодно. Пока что мы ничего нормального делать не будем. Сохранил и все. Если мы вернемся назад, то у нас теперь здесь будет, видите, то, что я написал. Закрываем. То есть в этом файле уже есть эти изменения. Вот видите, сейчас заново перезапущу. Вот они, видите, эти изменения. Так что все, что я пишу, теперь в этой Visual Studio сохраняется в этом скрипте. В принципе, мы все настроили. И давайте я вам еще покажу файл Build Settings. Вот видите, мы скачали Android-модуль. Здесь мы можем настраивать, чтобы генерировать APK-файлы. И мы могли их устанавливать на Android-устройствах. Видите, мы не скачали iOS. И он светится вот таким вот серым. Если бы мы не установили Android-модуль, то же самое произошло бы. То есть он был бы серый, и мы не могли бы его использовать. А здесь, к примеру, для Windows и для Web у нас уже есть. По умолчанию мы скачали. Но этим мы уже будем заниматься на следующих уроках. Пока что нас интересует, где что находится, что вот это такое, что вот это такое, где у нас рабочий стол и так далее. Что мы делаем с этими папками, куда мы добавляем наши ресурсы. И как вообще все это работает. Ну, чтобы мы могли уже перейти к созданию простеньких игр и уже расширять наши знания в этой области. Ну, а на сегодня, я думаю, хватит. Если у вас все получилось, то все отлично. Кстати, я забыл сказать в видео, что когда вы скачиваете Unity, если вы еще не зарегистрировались на Unity, то у вас вот на этом шаге, когда вы нажмете скачать Unity Hub, то вас самое первое попросит войти под вашим логином и паролем. А если у вас их еще нету, то есть если вы на Unity еще не зарегистрировались, то создать аккаунт. Вы выбираете создать аккаунт, как на любой веб-странице. Заполняете все, что нужно. Я это показывать не буду, потому что у меня уже созданный аккаунт. Ну и все. Когда зарегистрируетесь, дальше у вас просто скачает Unity Hub. Ну и все, как я показал. Так что я думаю, с этим проблем никого не будет. Все уже, наверное, регистрировались на разных веб-страницах, поэтому знаете, как это делается. Но если хотите, можете посмотреть на моем старом уроке. Я ссылку оставлю в описании про установку Unity. Там я показал, как еще регистрироваться. Ну, в принципе, там ничего сложного нет. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Если хотите поддержать канал, то все возможные способы находятся в описании к этому видео. А также на моей веб-странице есть кнопки для донатов, если хотите поддержать канал донатом. А на этом урок подошел к концу. Увидимся с вами на следующем уроке. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok